Здравствуйте! Сегодняшнее видео будет посвящено обрезке хвойных растений. Скажу сразу, ничего сверхъестественного в этом нет. Есть несколько ключевых моментов, которые нужно знать. Первое и самое главное, это не бояться и перебороть свой страх к обрезке или стрижке. Есть закономерность, чем севернее живет садовод, тем сложнее ему взять в руки садовые ножницы. Это и не удивительно, ведь нам с вами все дается с большим трудом. Годовые приросты маленькие, зимы непредсказуемые. Но как можно стричь? А вдруг больше не вырастет? А вдруг погибнет? Мы не раз в своих сюжетах говорили, что стричь можно и нужно все. Хвойный не является исключением. Возьмите в руки секатор и поверьте, вы будете стричь все подряд. Остановиться будет невозможно. Главное только начать. Второй момент, который нужно знать, это время обрезки и стрижки. Если плодовые мы с вами стрижем до начала сокодвижения, то у хвойных этот период несколько длиннее. Стричь можно почти круглый год. Единственное, нужно помнить, что обрезка не ведется при очень низких температурах, ниже 10-15 градусов. Или при высоких, выше плюс 25. Ну и конечно же, чтобы снизить риск заражения, дождливую погоду тоже имеет смысл воздержаться от обрезка. Но я мало знаю людей, которые в минус 20 или плюс 30 секатором наперерез бегут в свой сад заниматься обрезкой. Однако у хвойных растений есть период наиболее оптимальный для формировочной стрижки. Как ни странно это звучит, но это время активной вегетации. В Ленинградской области это начало июня. Может быть июль. В более южных регионах раньше май. Это время, когда сосны усыпаны свечками. Еле и пихты раскрыли свои почки. Но прирост еще до конца не одревесенел. Когда туи можжевельники стоят с сочной яркой хвоей. В это время больше всего подходит для формирования ваших хвойных. Ну вот, мы побороли свой страх к стрижке. Определились со временем обрезки. Теперь перед нами стал вопрос, как правильно стричь хвойное растение. Существует две технологии. Первая это прищипка молодых приростов. Такой способ формирования подходит для сосен, елей, пихт, псевдоцук. Меньшей степени для тисов. Так как прищипывание тисов может вызвать аллергическую реакцию или головные боли. Что это такое? Прищипывание хвойных это укорачивание молодых приростов для стимуляции ветвления. Каждая обрезка способствует уплотнению и загущению крона. Многие садоводы советуют проводить эту процедуру голыми руками. Без помощи садового инструмента. Действительно, укорачивая прирост руками, вы меньше повреждаете иголки. С этим заявлением я не могу не согласиться. Но только в том случае, если вы располагаете временем, и вам надо сформировать одно или два растения на участке. А если у вас изгородь из ели, это же сколько свободного времени нужно. Прищипывать можно любые растения. Но я с трудом представляю себе, как голыми руками можно формировать туи или можжевельник. Конечно, в случае большого количества пик, сосен или елей, а также при формировании можжевельника, туевика или туи, без инструмента не справиться. И одним только секатором, возможно, дело не обойдется. Здесь вам в помощь садовые ножницы, электрический или бензиновый кусторез, а также высотный секатор. Следующий важный вопрос – на какую длину мы укорачиваем молодой прирост? Опять же, все зависит от вашей задумки. Но мы не рекомендуем убирать больше 70% прироста. Оптимально укоротить на треть, максимум на половину. Прищипывание, конечно, хорошо. Однако этот метод обрезки вы используете, когда вашему хвойному уже придали форму. И ее нужно только поддерживать. Если форма еще не придана, то правило обрезки достаточно простое. Никогда не оставляйте сучков. Во-первых, это некрасиво с эстетической точки зрения. Во-вторых, это неправильно. Так как сучок никогда не покроется хвоей, а будет сохнуть, и это может привести к нежелательным последствиям. Когда стрижете растения, то придите на ветвление. Вот таким образом. Срезы у хвойных не замазываем. Живица сама закроет все рамки. Ну, наверное, на этом все. Ах да, формирование макушки у ели и пихт. Бытует мнение, что макушку стричь нельзя. Дескать, растение не будет расти вверх. Или там образуется целая роща. Конечно, это не так. Посмотрите один из способов формирования макушки растения. Формирование макушки. Для начала нужно выбрать, какую из макушек удалять. Первую или вторую. По пропорции всей кроны выбираем самую прямую с большим количеством почек. Соответственно, вот эту маленькую. Соседнюю удаляем. Соответственно, с чем в новом году у нас вот эта красавица раскроет почки, сформировать там идеальную макушку для полного комплекта. Укоротите боковины, и она у вас будет более ровной. Если так случилось, что после зимы макушка почти не просыпается, ей нужно сделать замену. Для этого нужно удалить то, что нам не нравится. Для начала палочку привязываем к основному стволу. Притянуть ближайшую красивую ветвь, которая до этого боролась за главенство. Явно считаю, что макушкой должна быть именно она. Обязательно не забыть прийти весной и проверить. Макушка очень быстро утолщается. Соответственно, нужно будет регулярно менять веревки на новые, чтобы не образовывалось перетяжек. И последнее. Хвойной можно и нужно стричь. Но делать это вам придется ежегодно, не пропуская год. Тогда вашим растениям позавидуют самые знаменитые топиарщики. А вот теперь на этом все. До скорых встреч. Подписывайтесь на канал. Удачи!